В Кировском районе Волгограда началось строительство канализационного коллектора. Это один из инфраструктурных проектов жизнеобеспечения Волгоградской области, который повысит безопасность и надежность снабжения жителей региона ресурсами. На конце 2017 года благодаря инвестициям будет приведено в порядок около 70 километров сетей. Обновятся 82 насосные станции. Другая задача грандиозных реформ ЖКХ – сделать привлекательными для инвесторов проблемные жилые комплексы, один из которых – парк европейских. Обо всем по порядку. Татьяна Крючкова. Начало строительства важнейшего объекта жизнеобеспечения коллектора бытовых канализационных стоков является плановым. Только из-за острой ситуации с обманутыми дольщиками в Кировском районе в проект были внесены коррективы. Сложности и длительность с выходом на работу была связана с перепроектированием проекта, который был сделан ранее. Мы уходим с улицы Кирова, уходим с парковой зоны, мы не стали ее разрывать. И вот уходим сюда, на этот участок, для того, чтобы, а, эти работы сделать быстрее, и, б, мы уменьшаем протяженность и уменьшаем диаметр. Стоимость всех работ по проекту – строительство траншеи, укладка труб, подключение каждого дома к системе коллектора равна 61 миллиону рублей. Техническая возможность позволяет подключить к системе централизованного водоотведения как существующие дома, так и те, которые только на бумаге. Новый объект ЖКХ характеризует надежность и большой резерв мощности. Полипропиленовые трубы гарантированно прослужат 50 лет. Что же касается застарелой проблемы обманутых дольщиков, то реализация и пуск данного объекта дают им некоторые надежды. На сегодняшний момент благодарны, что стройка началась. Это позитивно сказывается на общем состоянии дела, в том числе на подборе нового застройщика. Потому что голые коробки, когда построишь, они будут инженерных сетей. Естественно, дом в любом случае сдан не будет. Эту стройку, видимо, уже не бросят, потому что такие деньги вкладывают в коммуникации Кировского района. Будем верить заверениям губернатора о том, что новый застройщик подбирается, идут переговоры. Для того, чтобы найти инвестора, который готов был зайти сюда и достроить эти объекты, необходима экономическая целесообразность и обоснованность завершения этого объекта, так как застройщики в убыток себе работать не будут. Инженерные сети, строительство которых сегодня начато, водоотведение, они будут способствовать увеличению инвестиционной привлекательности данного объекта, для того, чтобы застройщики уже расходы на строительство данных коммуникаций не включали в свои расходы и свободные площади в тех домах, которые существуют сегодня и на перспективу, которые можно будет строить, уже были им в плюс, и это повышает инвестиционную привлекательность всей территории, которая здесь находится. Как известно, строительство подземных жизнеобеспечивающих коммуникаций – самая затратная часть жилого строительства. Именно поэтому часто и переходит в ранг проблемных, как это было в нескольких жилых комплексах в Волгограде. Застройщики не скрывали, что к их домам нет подводки, водоотведения и снабжения. Сегодня техническая возможность коллектора позволяет подключить к централизованной системе порядка 40 многоквартирных домов в этой части города. Частногосударственное партнерство используется как схема привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. За три года ее действие будет освоено более 7 миллиардов рублей. В регионе в этом году обновилось около 80 насосных станций и приведено в порядок 70 километров сетей. Строительство канализационного коллектора на территории парка Европейский в Кировском районе закончится в декабре. А сейчас эти новенькие трубы ждут укладки на глубину 4 метра. Два километра будет протяженность этой нитки. Никаких неудобств жители близлежащего микрорайона не претерпят, пока это будет строительство длиться и начнутся пусконаладочные работы. Ни утопительный сезон, ни по водоснабжению проблем не будет. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, 234.